12 апреля года в двери, принадлежащей миссис Хэншоу, по неизвестным причинам поляризовался тормозной клапан модулятора поля. В результате день у миссис Хэншоу был напрочь испорчен, а у ее сына Ричарда возник странный невроз. Это был не тот тип невроза, о котором можно прочитать в обычных учебниках, и, конечно, маленький Ричард, в общем-то, вел себя так, как и должен вести себя хорошо воспитанный 12-летний мальчик в обычных обстоятельствах. Однако с 12 апреля Ричард Хэншоу лишь с большим трудом мог заставить себя пройти через дверь. Миссис Хэншоу проснулась утром, как обычно, когда ее домашний робот неслышно проскользнул в комнату, неся чашечку кофе на маленьком подносе. Миссис Хэншоу планировала днем съездить в Нью-Йорк, а до этого ей нужно было сделать кое-что из того, что нельзя доверить роботу, поэтому, выпив несколько глотков, она встала с постели. Робот отодвинулся назад, неслышно скользя по диамагнитному полю, которое удерживало его овальное тело в полудюйме от пола, и направился обратно в кухню, где нажал на соответствующие кнопки различных кухонных приборов, и вскоре был готов стандартный завтрак. Миссис Хэншоу, одарив обычным сентиментальным взглядом кубографию своего покойного мужа, с обычным удовольствием прошла через все стадии обычного утреннего ритуала. Она слышала, как в конце залы ее сын совершает свой туалет, но знала, что ей нет нужды вмешиваться. Робот сам присмотрит за тем, чтобы Ричард принял душ, сменил одежду и хорошо позавтракал. Термодуш, который она установила в прошлом году, делал умывание и сушку такими быстрыми и приятными, что она не сомневалась. Дикий умоется даже без уговоров. Единственное, что ей предстояло сделать, это чмокнуть мальчика в щеку перед его уходом. Она услышала, как робот издал мягкий звон, означавший, что приближается время начала занятий в школе, и опустилась в силовом лифте на нижний этаж, чтобы исполнить свой материнский долг. Ричард с карманным проектором и роликами учебных фильмов, болтавшимися на плече, стоял у двери. Вид у него был очень хмурый. — Послушай, мам, — сказал он, — я набрал координаты школы, но ничего не получилось. Почти автоматически она сказала, — Чепуха, Дикий, я никогда не слышала ни о чем подобном. — Тогда попробуй сама. Миссис Хэншоу попробовала несколько раз. Странно. Дверь школы всегда была настроена на общий прием. Она стала набирать другие координаты. Тоже безуспешно. Дверь ее друзей, возможно, и не были настроены на прием, но в этом случае появился бы сигнал, и все было бы понятно. Но в этот день, несмотря на все ее манипуляции, дверь оставалась безжизненным серым барьером. Несомненно, дверь сломалась. А ведь прошло всего пять месяцев после ежегодного осеннего осмотра, проводимого фирмой. Миссис Хэншоу не на шутку рассердилась. И почему эта поломка произошла именно в тот день, на который она запланировала так много дел? Миссис Хэншоу с обидой вспомнила, как месяц назад отказалась от установки дополнительной двери, чтобы избежать лишних расходов. Откуда ей было знать, что двери стали такими ненадежными? Она подошла к видеофону, все еще кипя от гнева, и сказала Ричарду. — Дики, пройди по дороге и воспользуйся дверью Уильямсонов. Как ни странно, если учесть последующие события, Ричард воспротивился. — Да, но, мам, я запачкаюсь. Может, лучше я останусь дома до тех пор, пока не починят дверь? И тоже, как ни странно, миссис Хэншоу настояла на своем решении. Не отрывая пальцы от наборного диска видеофона, она сказала. — Ты не испачкаешься, если оденешь на ботинки галоши, и не забудь хорошенько почиститься перед тем, как войдешь в дом. Но и никаких возражений, Дики, ты должен быть в школе. Я посмотрю, как ты уходишь. Только побыстрее, а то опоздаешь. Робот — это была очень сообразительная машина новейшей модели — уже стоял перед Ричардом, услужливо протягивая галоши. Ричард натянул на ботинки прозрачные пластиковые щитки и с явной неохотой двинулся к выходу. — Я даже не знаю, как открыть эту штуку, мам. — Просто нажми вон на ту кнопку, — показала миссис Хэншоу. Красную кнопку. На ней написано «Аварийный выход». И не копайся. Ты не хочешь, чтобы робот пошел с тобой? — Нет, черт возьми, — угрюмо ответил Ричард. — Кто я, по-твоему, ребенок? Его бормотание оборвал звук захлопнувшейся двери. Едва касаясь пальцами диска видеофона, миссис Хэншоу набрала нужный номер и довольно громко высказала фирме свое мнение о ее продукции. Джо Лум, скромный молодой человек, за плечами у которого были техникум и курсы повышения квалификации в области механики силовых полей, прибыл в резиденцию Хэншоу меньше, чем через полчаса. Он действительно был весьма компетентен, хотя у миссис Хэншоу его молодость вызвала инстинктивное недоверие. Она открыла подвижную панель дома, как только Джо Блум посигналил, и увидела, что он энергично отряхивается, стараясь удалить уличную пыль. Галоши он уже сбросил. Миссис Хэншоу закрыла панель, избавившись таким образом от резкого солнечного света, проникавшего в дом. «Я рада, что хоть кто-то явился», — резко ответила миссис Хэншоу на приветствие механика. «У меня весь день пропал». «Мне очень жаль, мэм. Так что же случилось?» «Она просто не работает. Вообще ничего не происходит, когда набираешь координаты», — сказала миссис Хэншоу. «И это началось без всякого предупреждения. Мне пришлось отослать сына к соседям через эту... эту штуку», — она указала на аварийный выход, у которого встретила механика. Он улыбнулся и заговорил тоном человека, получившего специальные знания о дверях. «Это тоже дверь, мэм. Только это слово пишется не с заглавной буквы. Это нечто вроде механической двери. Раньше других-то и не было. Ну, по крайней мере, она работает. Моему мальчику пришлось выйти в грязь и стать добычей микробов». «На улице неплохая погода, мэм», — сказал механик, с видом знатока человека, профессия которого вынуждает его бывать на свежем воздухе почти каждый день. «А иногда погода бывает в самом деле неприятной. Но я думаю, вы желаете, чтобы я немедленно починил эту вашу дверь, мэм». Он уселся на полу, раскрыл большой ящик с инструментами, который принес с собой, и за полминуты, используя точечный демагнитизатор, снял панель управления, обнажив сложнейшие детали. Миссис Хэншоу наблюдала за ним, сложив руки на груди. Наконец механик воскликнул. «Ну вот он!» И ловким движением вытащил тормозной клапан. «Этот клапан размагнитился, мэм. Вот и все!» Он пробежал пальцем по отделениям своего ящика и вынул точно такую же деталь. «Эти штуки любят внезапно выходить из строя. Никогда нельзя предвидеть!» Он поставил панель управления на место и встал. «Сейчас все будет в порядке, мэм». Затем он набрал контрольную комбинацию цифр, аннулировал ее, набрал еще одну. Каждый раз унылая серость двери переходила в глубокую бархатистую черноту. «Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, мэм, и будьте добры проставить номер своего счета». Механика набрал новую комбинацию цифр, на этот раз координаты своей мастерской, и вежливо прикоснувшись пальцем к колбу, прошел в дверь. Когда его тело проникло в темноту, оно сразу потеряло свои очертания. Последним исчез кончик ящика с инструментами, и через мгновение дверь снова обрела свой унылый серый цвет. Спустя полчаса, когда миссис Хэншоу наконец закончила прерванные приготовления и все еще с негодованием думала об утреннем инциденте, надоедливо зазвонил видеофон, и с этого звонка начались ее истинные беды. Мисс Элизабет Робинс была в замешательстве. Маленький Дик Хэншоу всегда считался хорошим учеником. Ей отнюдь не хотелось жаловаться на него, и все же, говорила она себе, сегодня он вел себя очень странно. И она, разумеется, должна поговорить с его матерью, а не с директором школы. Она отправилась к видеофону во время утреннего учебного периода, оставив вместо себя одного из учеников. Набрала нужный номер и поймала себя на том, что необычайно внимательно смотрит на красивую и, пожалуй, грозную голову чем-то недовольной миссис Хэншоу. Мисс Робинс немного струсила, но отступать было уже поздно. Она робко сказала «Миссис Хэншоу, я мисс Робинс». Миссис Хэншоу окинула ее ничего не выражающим взором, потом спросила «Учительница Ричарда?» Ее голос звучал сухо и надменно. «Совершенно верно. Я позвонила вам миссис Хэншоу», — продолжала мисс Робинс, чтобы сказать, что сегодня утром Дик пришел в школу очень поздно. «Неужели? Но этого не может быть. Я видела, как он уходил». Мисс Робинс изобразила вежливое удивление. Она спросила «Вы хотите сказать, что видели, как он воспользовался дверью?» Миссис Хэншоу быстро проговорила «Нет-нет, наша дверь временно не работала. Я послала его к соседям, и он воспользовался их дверью». «Вы уверены?» «Конечно уверена. Неужели же я вам лгу?» «Ну что вы, миссис Хэншоу, я совсем не это имею в виду. Я хотела сказать, уверены ли вы в том, что он нашел дорогу к соседям? Он, возможно, заблудился?» «Ерунда. У нас есть прекрасные карты, и я не сомневаюсь, что Ричард отлично знает, где находится каждый дом в районе А-3». Потом, со спокойной гордостью человека, который осознает свое заметное положение в обществе, она добавила «И вовсе не от того, что ему это необходимо знать, конечно. Достаточно посмотреть в справочнике нужные координаты». Мисс Робинс, выросшую в семье, где всегда приходилось строго экономить на пользовании собственной дверью из-за стоимости энергии, которую она поглощала, и потому еще до недавнего времени, ходившую пешком, обидела эта гордость. Она сказала весьма отчетливо. «Ну, я боюсь, миссис Хэншоу, что Дик не воспользовался дверью соседей. Он больше чем на час опоздал в школу, и состояние его галош не оставляет сомнений, что он бродил по улицам, а не в грязи». «В грязи?» — повторила миссис Хэншоу с той же интонацией. «Что вы сказали? Чем он это объясняет?» Мисс Робинс не могла не почувствовать удовольствия при виде замешательства этой женщины. Она продолжала. «Он ни за что не хотел рассказывать об этом, откровенно говоря, миссис Хэншоу. Мне он кажется больным. Вот почему я позвонила вам. Возможно, вы пожелаете показать его врачу?» «У него температура?» — в голосе матери появились звенящие нотки. «О, нет, я не хочу сказать, что он физически болен. Речь идет о его отношении к вещам и выражении глаз». Она поколебалась, затем промолвила, стараясь быть как можно более деликатной. «Мне кажется, что, может быть, обычная проверка с помощью психозондирования она не закончила». Миссис Хэншоу прервала ее ледяным голосом, которому только воспитание не давало перейти в звериный рык. «Вы хотите сказать, что Ричард невротик?» «О, нет, миссис Хэншоу. Ну, ну, конечно. Вы хотели сказать именно это. Что за идея? Он всегда был совершенно здоров. Я разберусь во всем этом, когда он вернется домой. Я уверена, что найдется абсолютно нормальное объяснение, которое он даст мне». Связь резко оборвалась, и мисс Робинс почувствовала себя обиженной и почему-то глупой. В конце концов, она только пыталась выполнить то, что считала одной из своих обязанностей. Она поспешила обратно в свой класс, мельком взглянув на металлический циферблат настенных часов. Время самоподготовки подходило к концу. Следующим был урок литературы. Но мисс Робинс не была целиком поглощена мыслями о литературе. Чисто автоматически она вызывала учеников, предлагая им прочесть на выбор отрывок из их литературных творений. Столь же автоматически записывала один из этих отрывков на пленку и пропускала ее через маленький вокализатор, чтобы показать, как следует читать по-английски. В механическом голосе вокализатора, как всегда, звучало совершенство. Но тоже, как всегда, ему не хватало индивидуальности. Раньше мисс Робинс иногда задумывалась над тем, разумно ли обучать детей речи, которая лишена индивидуальности и вырабатывает у всех одинаковую интонацию. Сегодня, однако, она совсем не думала об этом. Она следила только за Ричардом Хэншоу. Он тихо сидел на своем месте, не обращая никакого внимания на окружающее. Он ушел глубоко в себя и был совсем не тем мальчиком, каким был прежде. Ей стало ясно, что с ним этим утром произошло нечто необычное. И, следовательно, она правильно сделала, позвонив его матери. Хотя, возможно, не следовало бы упоминать о психозондировании. Но ведь это сейчас такой популярный метод. Обследуют всех подряд. В этом нет ничего унизительного. Или считается, что нет. Наконец, она вызвала Ричарда. Ей пришлось называть его фамилию дважды, прежде чем он услышал и встал. Сочинения писали на тему «Если бы вам предложили выбрать для путешествия какое-либо древнее средство транспорта, то какое бы вы выбрали и почему». Мисс Робинс использовала эту тему в каждом семестре. Тема была хорошая, потому что развивала чувство исторического. Она побуждала молодежь думать об образе жизни людей в прошлые века. Мисс Робинс слушала, как Ричард читает тихим монотонным голосом. «Если бы у меня был выбор среди древних средствов транспорта», — сказал он, произнеся вместо средств средств. «Я бы выбрал стратолайнер. Он двигается тихо, как и все другие средства транспорта, но зато чистый. Потому что он двигается в стратосфере. Он должен быть полностью герметичен, поэтому вы вряд ли заразитесь какой-нибудь болезнью. Вы можете видеть звезды, если это ночное время, почти так же, как в планетарии. Если вы посмотрите вниз, вы сможете увидеть Землю, как на карте, или, может быть, облака». Он прочитал еще несколько сотен слов. Когда он закончил, мисс Робинс оживленно сказала. «Слово средства» в родительном падеже произносится без окончания «Офф». Ударение на первом слоге. И нельзя говорить «двигается тихо» или «видеть сильно». Как нужно сказать, дети?